привет зрители я тут на днях покупала себе ремень почти как приехала из деревни его уже заюзала а еще буквально вчера забрала сазон кстати оба сазон значит будет в плейлист азон хотя можно вот наверно так как это не распаковка то это в плейлист одежды и обуви и косметика и одежда кажется у меня плейлист называется валенки у меня в прошлом году зимой тетя купила валенки высокие вроде как даже со змейкой а может без змейки но просто высокие на подошве можно слышать хорошие такие валенки где-то тут в городе за 200 чем-то тысячи а может и за 2 фиг знает но в общем эти тоже где-то за 200 чем-то тысячи у меня еще там были какие-то баллы а может что-то еще может была какая-то скидка потому что платишь картой озон и он мне эти валенки вышли за 273 ну короче 200 ремень я счет не помню сколько стоило на меня вообще там телефон на кухне я тут короче ремень хороший такой не помню кожа не кожа но это если чё ты можешь мне написать там куда-нибудь и я тебе может быть артикул в инфобокс в этот камент оставляла может постараюсь в инфобокс закинуть артикул на этот ремень смотри какой ремень у меня похоже был зеленый только в один ряд дырочки были и зеленый немножко изжил себя сначала него одна фигнюшка отвалилась вот типа вот такой кружочка потом него отворилась такая фигнюшка на которую вставляется ремень потом еще как-то и в общем из него осталась нормальная только бряшка вот он вот такой 110 сантиметров так же как тут в чем прикол вот мне понравилось что у него вот эти штуки металлические и вот у меня на том ли мне вот такая матерчатая порвалась а тут металлическая она как бы ну долго еще не порвется я думаю тут вот две дырки у меня есть кожаный ремень чисто на талию этот на бедра потому что джинсы у меня по большей части на бедрах есть что-то там на талию и этот и ремень так урезан уже был потому что он чисто на талию что он на бедра не влезет он был кожаный мне друзья дарили по-моему года два назад на день рождения причем почему-то был мужской я вроде не мужик но вот тут подружка так решила видимо на тот момент нормальные красивые ремни были только для мужиков но он назывался типа мужской ремень причем потому что у него также было две вот эти штучки прям как хромосома блин короче две штучки вот такие у того ремня было и у этого две штучки а тот зеленый у меня был в один ряд вот дырочки также почти до конца ремня и одна штучка своя он и образливалась какой-нибудь модкой по типу в принципе он точно такой же вот тут где-то как бы в такой ряд склейка прошивка вот честно я не помню почем он был потому что у меня были какие-то баллы я имею частично оплатила у меня он вышел вроде как там еще что-то было но у меня все время вместе вышло на 500 рублей без скидки он стоил чуть больше так мне кажется он по скидку с баллами он у меня вышел на 200 с чем-то тот-то я ремень вообще год назад покупала полтора года назад на вайперес и он был где-то сто семьдесят с чем-то рублей я так и думала где-нибудь в эту цену но ремни уже такие вот именно на эту цену меняемых ремней не было что-то так подумалось кому-нибудь по жопе таким ремнем шарахнуть использовать садомаза или в плане как вот это детей раньше по заднице били ремнем всякие бабушки или не бабушки ой коробка которая была вот пленка пищевой перебил вот она первый раз вазон покупала обувь 35 размер последний ярославские валенки которые шли почему-то из вологды как-то вот шли соответственно дольше фирма ярославские валенки коробочка большая я с них даже еще эту бирку не сняла ну как бы у нас же еще и не зима но как говорится сани летом готов телегу зимой и они с жопами с ушами кто в курсе я боюсь бабочек называю жопа с ушами но тут шерстяные жопа с ушами и как-то и пофиг это просто были самые адекватные внешнего вида валенки 35 размер 6 стопроцентная вещь в w21 валеная обувь элегия 6 теп 35 размер цвет натуральный серый вот вот такая вот подошва камеру не лезет она прошитая тут двойная как бы вот тут вот здесь вот как белая фигня тут коричневая такая вот даже это крем темный крем-блюлет прошитая резиновая подошва я сначала думала что вот эту штуку можно отогнуть но думаю что они наверное может и не стоит вот это вот тут потому что тоненько так ну потоньше чем вот допустим сам вот этот валенок они мне хоть у меня 35 они мне немножко свободно ну так вот можно сказать на размер свободно может это не большим верит на размер но учитывая что валенки обычно одевают ноги на ноги обычно одевают шестяной носок толстый какой-нибудь а потом сует его то в валенки то он как раз вот ну нормально так можно было из за 800 и за 900 купить обычные валенки они были вот просто валенки на них на оголошу покупать были какие-то валенки от 1000 с чем-то аж до 2 можно было и за две с половиной купить разброс такой цен там подошва какая-то они во-первых бесформенные ну и на ту на другую ногу при этом у них почему-то подошва как-то так вот сделано вот от пятки до носочка какая-то такая вот аляпистая видимо рассчитана на плоскостопие какой-нибудь и она какое-то вот чем-то пропитана вот это думаю ну вот здесь все таки под подошву повыше удобнее вот если по снегу идешь мало ли какой-то мокрый снег или еще что-то и она у тебя как-то не промокнет а там вот ну не то ни сё это как у тебя кроссовки в начале лета в конце мая покупала на вайтбрис с виду кроссовки а возьмешь руки это носок на подошве вот и так же тут с валенками эти очень крутые смотри ну эту фигню я потом отсобачу белая валеночка вот здесь вот прошито жопа с ушами пришита вот чтобы в камеру там летло вот это все один валенок ты не думать тут их два на самом деле вот два валенка очень крутые я держу они колючие руку засовываю когда засовываешь руку так и что-то засунула в правую ногу левую руку вот прям вот так и рука вот чувствуется шут реально такая шерсть такие вот валенки у меня вот такой у меня обзор ремня и валенок зритель если ты зимой ходишь валенках ну знаешь это в детстве ходили все дети в валенках они геморрелись потом какой-то был период что в валенках только бабушки и дедушки ходят лучше пусть ноги мерзнут но зато я буду крутой или крутая чувак или швиха и при этом герла наверное чувак или герла и при этом буду это не в валенках а я прошлом ну как в начале года когда вот увидела что у тети валенки у меня еще бабушка бабушкина младшая сетра выдох которая хотела ну в тоже валенках думаю может мне купить а что-то финансы пели романс вообще не помню еще в начале года покупала и были может другие приоритеты или может уже зима заканчивалась может было не так как-то холодно или жарко или еще фиг знает что там по погоде но тут случилось что что я получила определенную сумму обычно раза в три при этом больше чем обычно с медовой мы с продажами мёда ну как бы медовую премию я короче получила от родственников за помощь силоводстве за это лето и подумала а чё бы ну не купить себе валенки что-то путное вот такое да вот купила себе валенки на половину того что получила ну так ты почти на половину практически на половину того что получила и вот всем спасибо за просмотр да зрители если ты не до сих пор побольше от того что только бабушки и дедушки могут ходить в валенках напиши пожалуйста в каментах свою папу боль я почитаю поршу и поставлю тебе сердечко а если ты наоборот тоже вау лёля круто тоже хочу такие валенки или вообще просто валенки напомню что-то ярославская фирма делает в городе ярославль и это тоже можно писать каментах вау лёля я тоже поставлю сердечко а если ты мимо шел и вообще не понял о чем базар хоть и досмотрел до конца но есть такие я типа смотрела потом пишу чё я увидел причем это чё я увидел не только на ютубу блогеров встречается но еще и в аниме или где-нибудь другом каком-то месте ты напиши свой камень чё я увидел эти тоже поставлю сердечко чем больше комментов тем круче пока эй зритель поставь лайк пожалуйста